Долгая жизнь в пешей доступности. Отсутствие физической активности называют самой большой проблемой общественного здравоохранения 21 века. Конечно, то, что кто-то называет это, не означает, что это правда. Фактически, отсутствие физической активности занимает пятое место с точки зрения факторов риска смерти и шестое место с точки зрения факторов риска инвалидности. Диета, безусловно, является нашим главным убийцей. За ней следует курение. Но все же есть неопровержимые доказательства эффективности регулярных физических нагрузок в профилактике нескольких хронических заболеваний. Сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, гипертонии, ожирения, депрессии и остеопороза. А также преждевременные смерти, добавляя еще одно или два года на нашу продолжительность жизни. Помогая добавить годы к нашей жизни и прежде всего жизнь к нашим годам. Это действительно может быть выживание сильнейшего. Сколько нам нужно тренироваться? В общем, чем больше, тем лучше. В настоящее время большинство организаций, занимающихся вопросами здоровья и фитнеса, пропагандируют как минимум тысячу калорий, сжигаемых упражнениями в неделю. Что похоже на ходьбу по часу в день. Пять дней в неделю. Но семь дней в неделю могут быть даже лучше с точки зрения продления жизни. Умеренную интенсивность можно практически определить с помощью теста «Говори, но не пой», где вы все еще можете продолжать разговор, но при попытке петь у вас может перехватить дыхание. Упражнения настолько важны, что отказ от ходьбы по часу в день считается поведением повышенного риска наряду с курением, чрезмерным употреблением алкоголя и ожирением. Наличие любого из них эффективно стареет на 3-5 лет с точки зрения риска преждевременной смерти. Хотя, что интересно, у тех, кто ел зеленые овощи каждый день, похоже, не было такого же повышения риска. Но даже если поедающие брокколи действительно живут так же долго, как ходуны, физическая активность приносит множество дополнительных преимуществ для здоровья. Настолько, что врачей поощряет прописывать их, чтобы дать пациенту понять, что упражнение – это лекарство. По сути, мощное лекарство. Исследователи из лондонской школы, Гарварда и Стэнфорда сравнили упражнения с лекарственными препаратами и обнаружили, что упражнения часто работают так же хорошо, как и лекарства для лечения сердечных заболеваний и инсульта, а также для профилактики диабета. Конечно, денег на исследования физических упражнений не так много, поэтому можно было бы потребовать, чтобы фармацевтические компании сравнивали любое новое лекарство с упражнениями. В тех случаях, когда варианты лекарств приносят лишь умеренную пользу, пациенты должны понимать относительное влияние, которое физическая активность может оказать на их состояние. Мы могли бы также добавить диету в эту смесь. Да, FDA может сказать фармацевтическим компаниям, что ваш новый препарат превосходит плацебо, но работает ли он так же хорошо, как капуста? Продолжение следует...